Привет, друзья! Это проект «Русская Америка». Один из зрителей только что попросил меня прокомментировать события, которые произошли в Вашингтоне, когда американские полицейские расстреляли женщину, убили ее в ее машине. При этом там в машине находился ребенок. Ну, конечно, я не поддерживаю то, что произошло на самом деле. Там я не хорошо относился к американской полиции. Но здесь есть очень дурацкие законы. И иногда они приводят вот к таким, к сожалению, очень трагическим вещам. Значит, что произошло на самом деле? Значит, женщина пыталась протаранить своей машиной ворота Белого дома. И после этого она придавила немножко сотрудника секретной службы охраны. И после этого пыталась скрыться. Полицейские имеют в Америке такое правило, что если они чувствуют, что опасность есть какая-то от человека, то есть они имеют право его убивать. Вот, это закон. Но, во всяком случае, в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорка точно такой закон есть. Так же получается, значит, в Вашингтоне. Может быть, в каких-то других штатах тут полиция в основном муниципальная, как бы штатная. Штату принадлежит, поэтому муниципальная штату принадлежит. Неправильно сказал. Не федеральная. Ну, есть федеральные, конечно, службы типа ФБР, но в основном полиции принадлежат штатам. И в каждом штате, конечно, свои законы. Но вот по Нью-Йорку точно знаю, что полицейские имеют право убивать. И, как правило, конечно, проводится потом расследование служебное, но, как правило, полицейского оправдываю. В той ситуации конкретной, конечно, сложно сейчас делать выводы даже по видео или по материалам, которые я прочитал в прессе. Но в той ситуации... Что такое? Я иду в загорать. А, окей. Ну, я продолжу. Я тогда сижу, жду тебя в машине. Да, ты сидишь в машине, здесь нельзя стоять, но если что... Ну, я пересяду сейчас. Я извиняюсь, продолжаю. Но в той конкретной ситуации, конечно, я думаю, ну, это мое мнение, наверное, неправильно все-таки поступили полицейские, в всяком случае. Если она уже была остановлена, допустим, остановлена полиция, и полиция уже окружила машину, но все-таки я считаю, что надо было ее как-то вытащить из машины живой. А не стрелять через окно и убивать ее. Ну, в то же время она там, конечно, оказывала какое-то сопротивление, там пыталась убежать. То есть, может быть, они подумали, что она действительно террористка, у нее действительно там бомба. Вот, сейчас вроде говорят все-таки, американская пресса, что она была ненормальной, и у нее было психическое расстройство, она утверждала, что ее преследует Обама, и она вот этим жестом протаранив ворота Белого дома пыталась как-то разобраться с Обамой. Ну, в общем, все очень запутано, но мое мнение, повторяю, что убийство, полиция, людей, когда все-таки можно предотвратить убийство, это, конечно, абсолютно неправильно, ни в коем случае никогда это не должно оправдывать каким-то инструкциями, какими-то специальными законами, которые там есть. Вот мы действовали по закону, вот у нас вот такая инструкция. Ну, поменяйте инструкцию. Это еще одно из тех небольших причин, что мне не нравится в Америке, хотя, наверное, вот эта причина одна из глобальных после вот этих событий, как бы это у меня сейчас я понимаю, что это, наверное, покруче, чем даже продажа там марихуаны в некоторых штатах, которая разрешена, вот, ну, я про марихуану уже рассказывал, что это один из, одна из тех вещей, которые в Америке я просто не понимаю, вот. Ну, вот есть такие вещи в Америке, не все тут, не все тут далеко, не все тут благополучно, я никогда не говорил о том, что здесь все-все-все идеально, здесь много проблем и они существуют.